Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Денис Жарков в этом выпуске. Деревни Тонут. Заторный РТШ привел к потопу в Тарском районе. Спасатели готовят эвакуацию жителей. Не пожара, а выжигание. Взлетное поле Омского аэропорта подожгли специально. Отстрелялся. Владимир Стрельцов официально ушел в отставку с поста главы Минстроя. Станция Любинская. Точка невозврата. В Омске реконструируют маршрут царского поезда, в котором семью Романовых везли в Екатеринбург на казнь. Прямое включение из Любина. Как интернет и смартфоны уравняли федералов и регионалов. Очень трудно отделить реальную информацию от выдуманной. Нам становится все сложнее работать. Опытом делится бывший Амич, репортер Первого канала Михаил Акинченко. И капычу недоромантики. Капивара из экоцентра не может познакомиться с невестой из-за кариеса. В Тарском районе спасатели готовы эвакуировать людей. За ночь вода на РТШ резко поднялась. Почти на 60 сантиметров образовался затор на реке. В деревне Себеляково потоплены приусадебные участки. Несколько домов. Но пока вода не залила дороги, по ним можно проехать. Для жителей подготовлены два пункта временного размещения. На месте работает аэромобильная группа МЧС, полностью укомплектованная всем необходимым оборудованием. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие часы затор прорвет и вода схлынет. Мы связались с местными жителями. И вот как они описывают обстановку. Вот уже шифонеры стоят, нижние полки уже скрыла водой. Город весь затоплен, да. Вода выше дороги. Вода пришла, да. В 5 утра вот начал на пол выступать. На пол уже. Так как ночевать у нас здесь невозможно, мы будем переезжать, конечно. Нам спасатели помогли вынести вещи. Будем переезжать к родственникам. Ночевать здесь просто невозможно, потому что вода уже... Сапоги резиновые маленькие не оденешь. Уже в болотниках ходим. По квартире. Взлетное поле в Омском аэропорту подожгли специально. Работники воздушной гавани таким образом выжигали траву, чтобы там не гнездились птицы. Накануне около пяти часов вечера в Кировском округе жители были не на шутку перепуганы. Дымом заволокло дорогу и микрорайон рядом с аэропортом. Оказалось, что на территории возгорания. Тушили его спецавтомобили аэровокзала, но техника МЧС дежурила рядом, чтобы при необходимости прийти на помощь. Диспетчер аэропорта пояснил, пожара не было, мероприятие планово в связи с, цитата, орнитологией. В траве из гнезда птицы, чтобы пернаты не залетали в турбины, проводятся подобные работы. Добавлю, что на расписание самолетов инцидент не повлиял, все лайнеры вылетали и приземлялись вовремя. Владимир Стрельцов сегодня официально ушел в отставку. С минуты на минуту станет известно, кто сменит его на этом посту в качестве временно исполняющего обязанности. Вероятно, это будет кто-то из замов Стрельцова. Окончательное решение должен принять первый вице-губернатор Валерий Бойко. Напомню, Владимир Стрельцов возглавил Минстрой в мае 2017 года. И, как считает глава региона Александр Бурков, за это время провалил работу по целому ряду направлений. Ранее губернатор жестко раскритиковал деятельность министра. Амичи отправились по историческому маршруту последнего русского императора. Сегодня в 8 часов утра железнодорожного вокзала в Любино уехал поезд специального назначения. Так назывался состав, в котором увезли на расстрел Николая Романова с семьей из Тобольска в Екатеринбург. 100 лет назад, 28 апреля 1918 года, вагоны неожиданно развернули и направили в сторону Омска. Но до города царя не довезли. И состав остановился на станции Любинская. Что там произошло? Почему эта остановка могла стать своего рода переломным моментом для российской истории, расскажет Юлия Кавыршина. Она сегодня путешествует в царском поезде. И сейчас с нами на связи Юлия. Ждем подробности. Да, Денис, добрый день. Обязательно расскажу об этом историческом факте. Сначала о том, что сейчас происходит на станции Любинская. Вы видите, что сейчас здесь выступает военный оркестр. Музыканты прибыли сюда, в Любино, специально из Екатеринбурга. Здесь на площади у вокзала собрались местные жители, участники этой масштабной акции. Сама станция Любинская была основана больше ста лет назад. Но несмотря на это, с тех пор она практически не изменилась. Интересно, что это было сделано намеренно. Именно такой станции Любинской увидел император Николай II, когда провел здесь несколько часов. Пассажиров сюда доставили сегодня на вот этом поезде. Это царский поезд специального назначения. Вы видите, что на нем фотографии, причем фотографии не только царской семьи, но и верных слуг, которые были с императорской семьей до последней минуты. И также погибли от рук большевиков. Чтобы попасть в этот поезд, у пассажиров сегодня должны были быть вот такие билеты. У нас они тоже есть, это не случайно, потому что наша съемочная группа сегодня тоже приехала в Любино из Омска на этом поезде. Также всем пассажирам сегодня раздали вот такие маленькие копии царского креста мощевика. Это особая православная святыня. Поезд отправился из Омска в Любино ровно в 8 часов утра. И вот так масштабно, так торжественно царские дни еще не отмечали не только в Омской области, но и вообще в стране. Чтобы целый состав, 7 вагонов проследовал по историческому маршруту. И вот по ходу движения мы побеседовали с организаторами этой масштабной и уникальной акции. И они нам рассказали, собственно, почему в последнее время так вырос интерес к личности Николая II. И почему так важно именно сейчас восстановить историческую справедливость. Давайте послушаем. Мы вот сейчас едем по Транссибирскому пути. Это та железная дорога, которая была построена под руководством во времена Николая II. Это самый большой путь в то время. В год строилось более 500 километров железной дороги. Никто в мире такими темпами не строил. А ведь это по Сибири, по болотам. Это десятки, сотни, даже если не тысячи мостов, туннелей и прочее. И за это люди зарабатывали хорошие деньги и кормили свои семьи. И семьи у них были большие. Владыка идет как раз. Я раздаю крестики памятные. Наш дорогой журналист. Юля, я вас помню. Возьмите от нас крестик. Спасибо большое. Давайте я вам сделаю красоту. Это будет на память вам. Спасибо. На станцию Любинская царский поезд прибыл в 9 часов утра. Здесь его встречал военный оркестр, казаки, священники, а также десятки жителей. С собой пассажиры и участники акции привезли также чудотворную икону Николая II. Это святыня, во-первых, мироточивая. Во-вторых, она облетела всю страну на самолете и даже побывала в космосе. Здесь же, на вокзале, прямо у входа в вокзал, сегодня открыли памятную плиту в честь пребывания на станции Любинской царской семьи. Но вот историки в последнее время все активнее говорят о том, что это небольшая станция. Станция Любинская могла сыграть значительную роль в судьбе страны. По одной из версий, царскую семью, которую перевозили поездом из Тюмени в Екатеринбург, остановили здесь. То есть ночью поезд резко остановили и направили в сторону Омска. И продержали здесь, на станции Любинская, несколько часов. И по одной из версий, таким образом хотели сохранить жизнь императорской семье. Но вот здесь в Любино память царя чтут особо. И об истории царской семьи могут рассказывать все, в буквальном смысле, от малого до велика. Даже самые юные жители Любина знают исторические факты. Илья, ты сегодня такую очень знаковую роль играешь. Ты сын императора, цесаревич Алексей. А что сам знаешь о Николае II и о его сыне из истории? Я знаю, что Николай II любил всех. Он всех уважал, всем дарил всякие подарки. Детей любил. А его сын хотел стать, когда вырастет, военным матросом. Ну и сам любил корабли собирать. Торжественные памятные торжества в Любино продолжаются. Сегодня здесь же состоялся памятный молебен в часовне, которая расположена недалеко от станции, буквально в нескольких шагах. В эти минуты в местном дворце культуры начинаются царские чтения. Я знаю, что и в Омске сегодня проходят в историческом парке, проходят круглые столы с участием историков не только из Омска, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Ну а царский поезд пробудет здесь, на станции Любинская, до самого вечера. Его отправление обратно в Омск назначено на 9 часов вечера. Денис. Спасибо, Юлия. Это было прямое включение из Любина. Куда сегодня прибыл царский поезд? В чем важность прямых включений? Где заканчивается эксклюзив и начинается информация о государственной важности? Особенности работы федеральных СМИ в эти минуты обсуждают в областном союзе журналистов. Опытом делятся репортеры из Омска, ныне корреспондент Первого канала Михаила Кинченко. По его словам, технический прогресс практически стер разницу между региональными и федеральными СМИ. Интернеты, мобильные телефоны, которые есть у каждого, позволяют вести прямые эфиры из любой точки страны и даже мира. При этом работа в режиме онлайн значительно повышает рейтинг телеканала или электронного издания. Прямые включения создают бесценный эффект соучастия для зрителя. Корреспондентам важно лишь оперативно проверять достоверность выдаваемой в эфир информации. Мы не можем дать информацию, которая вызовет панику. Потому что одно дело, когда это звучит в соцсетях, другое дело, когда то же самое скажут на первом и втором канале. То, что произносится на первом и втором канале, это считается уже доказательством. Это считается проверенной информацией. Мы всеми силами стараемся избегать подобных ошибок. К сожалению, сегодня в информационном пространстве, когда очень трудно отделить реальную информацию от выдуманной, нам становится все сложнее работать. Добавлю, встреча с федеральным корреспондентом продлится. В течение всего дня запланирован разговор о развитии региональных СМИ, а также свободное общение со спикером. С праздником весны и труда. Мечей поздравили глава региона Александр Бурков и спикер Заксобрания Владимир Варнавский. В своем обращении они отметили, что 1 мая в календаре россиян занимает особое место, ведь ценности, которые он провозглашает, честный труд, профессионализм и взаимопомощь актуальны всегда. Цитирую. Уже на майские праздники дачники смогут без проблем добраться до своих участков. Садовые автобусы начнут ходить с завтрашнего дня. На линию выйдут 70 машин. Графики подготовлены и согласованы. Городские привозчики будут работать на 9 городских и на 19 районных маршрутах. С 29 апреля по 20 мая и с 3 сентября по 1 октября они будут ходить 3 раза в неделю, а также в праздничные и не рабочие дни, а с 21 мая по 2 сентября в период сбора урожая 4 раза в неделю. Капибаре Капычу из детского экоцентра пришлось отложить важную встречу из-за больного зуба. Краснокнижный грызун еще в четверг должен был познакомиться с невестой Марфой. Однако животное почувствовало себя плохо и стало отказываться от еды. Ветеринары выяснили, у Капыча кариес. Ему оказали помощь, но зверек испытал сильный стресс и теперь приходит в себя. Экологи сообщают, знаменательная встреча, быть может, состоится сегодня. Напомню, Капыча привезли из Новосибирска в Омск больше года назад. Все это время зверь страдал от одиночества, из-за чего даже прославился в соцсетях. Неравнодушные жители, а также семья из Воронежа пожертвовали деньги экоцентру на приобретение самки. Удалось собрать больше 90 тысяч рублей и из того же Новосибирска привезти Марфу. Больше чем весенний полумарафон, одно из главных беговых событий Омска стало частью федерального спортивного проекта «Забег». Он проводится уже второй год подряд, объединяя всех бегунов в России, невзирая на расстояние и часовые пояса. Главная особенность проекта – выбор беговой столицы. В прошлом году это было Казань. Сейчас участникам предстоит решить, какой город получит почетное звание на этот раз. В Омске «Забег» запланирован на 20 мая. Маршрут пройдет по самым живописным местам Омска. Это набережная Тухачевского и Зеленый остров. Дистанции 4, 21 километр 100 метров, 10 и 5 километров. Самые маленькие спортсмены смогут ограничиться двухкилометровой пробежкой. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Матрасы «Дрим» по уникальной цене. Только у нас. Виктория Мебель. Ходил раньше Олег из Омска за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцели, что и склад, и магазин. Здесь сельдь кромфиш. 480 граммов, всего 118 рублей. Вот это цены. Экономит теперь Олег и на квартиру новую копит. Ковка. 509 017. 509 017. И о погоде завтра 29 апреля. По области в Омске пасмурно. Дождь. Температура воздуха в районах ночью до 5 градусов. Тепло днем 15-19. В Омске ночью похолодает до плюс 6. Днем потеплеет до 22 градусов. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Пока это все новости. Далее на 12-м канале продолжение сериала «Джамайка». Следующий выпуск смотрите в 17 часов. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»